Игромания представляет 10 июля в продажу поступило переиздание японского RPG-экшена Shining Resonance Refrain. Драконы давно вымерли, но их нетленные души еще скитаются по земле. Самая могущественная из них присоединилась к душе юного Юмы Илверна, отчего тот стал мишенью элитного отряда империи. Юме предстоит принять свое предназначение, обуздать новые суперсилы и напоследок спасти королевство. В ремастере персонажи наконец-то заговорили по-английски, а контент оригинала дополнили новым режимом Refrain Mode. Он дает поиграть за Экселу, принцессу Ломбардии и Джинос, убийцу драконов. Первые игроки отмечают отличную оптимизацию, неплохо переработанный баланс и цепляющую картинку. В тот же день на PS4, а через пару дней и на остальных платформах, вышла The Spectrum Retreat — футуристическая головоломка от первого лица. Именно за нее в 2016-м Дэн Смит получил премию BAFTA Young Designers Award. Игрок просыпается в комнате роскошного, но странного отеля The Penrose. Постояльцы здесь, кажется, вросли в декорации. Обслуживают их андроиды-марионетки, а залы пестрят гравитационными метаморфозами. Выбраться из отеля и докопаться до истины можно, разгадав сотни физических шарат. По первым отзывам, комбинация головоломки и квеста и вправду получилась удачной и держит в напряжении до самого конца. 12 июля состоялся релиз Gladius Relics of War — первой глобальной стратегии в мире Warhammer 40 000. На выбор четыре фракции — Astro Militarum, Космический десант, Орки и Некроны. Для каждой прописана уникальная кампания. Особые боевые скиллы помогут зрелищно размазать врага по одной из случайных карт. А вот любителям дипломатии придется обойтись довольно посредственными приемами. Бросить вызов можно как искусственному интеллекту, так и другим игрокам в сети. В тот же день вышел приключенческий инди-пазл для взрослых Spiral Scouts. Жители королевства пали жертвами таинственного проклятия, запечатавшего вход в цитадель. Чтобы разорвать печати и успеть к традиционной церемонии, новобранец Риме охотится за скаутскими значками, которые выдают за выполнение заданий местных фриков. По словам автора, приключение подстегнет личностный рост, подкинет почву для самокопания, а заодно обдаст букетом шуточек про экскременты, гениталии и волшебные вещества. Только 18+. 13 июня вышла Octopus Traveler. Новая ролевка от Square Enix для Switch. Фэнтезийный мир Астерра отличается визуальным стилем 2D HD, где пиксельные двухмерные объекты живут в трехмерном окружении. А с уникальными умениями персонажей Pass Action возможностей для исследования еще больше. Например, для свершения правосудия воин Олбрик готов вызвать на дуэль первого встречного. Каждого из восьми героев ждет витиеватая сюжетная линия с десятками пошаговых сражений. В тот же день Captain Toad Treasure Tracker перебрался на Switch и 3DS. Обаятельный грибочек снова отправляется в приключения за вожделенной золотой звездой. Отыскать все секреты и редкие сокровища смогут только самые смекалистые. Капитан Toad не умеет прыгать, а потому обходить хитроумные ловушки придется головой. Nintendo обновили игру несколькими уровнями в духе Super Mario Odyssey и простеньким мультиплеером. Пока один управляет движениями Toad, другой стреляет. А теперь взглянем на главные скидки недели. В Steam всего за 209 рублей вы возглавите банду байкеров в мото-гоночном экшене Road Redemption. А делюкс-версия шутера Day of Infamy в сеттинге Второй мировой уйдет за 104 рублей. Сингулэрити, простенький, но приятный шутер про мутантов и Советский Союз, можно взять за четверть цены. Магазин GOG приготовил пару неплохих предложений выходного дня. Сайберия 3 сбросила более 700 рублей, а тактическая пошаговая ролевка Ash of God's Redemption — 25%. 39 рублей цена за классическую трилогию Alone in the Dark, прародительницу жанра сурвайвл-хоррор. На этот раз повезло и любителям Вархаммер 40 тысяч. На 14 игр серии действует скидка до 75%. В PS Store действует приятная скидка в 60% на Diablo 3 Eternal Collection. Комплект из Far Cry 4 и Primal обойдется всего в 2400. Kingdom Come Deliverance по-прежнему теряет пятую часть цены, а всего за 2000 By Shock The Collection станет отличным пополнением коллекции экшенов. Nintendo по-прежнему почти за бесценок раздает FIFA 18 и гонку Monster Jam Crush It, а всего за 209 рублей можно отхватить черно-белую физическую головоломку The Bridge. В магазине Microsoft FIFA 18 тоже продают с приличной скидкой. За 1000 все еще можно взять Fighting One Piece Burning Blood. Кто пропустил скидки прошлой недели, тот еще может отхватить экшен-РПГ Shines the Lightning Kingdom за 550 рублей и Wings of Freedom по мотивам Attack of Titan за 1500. Третья weary weary casos Д WABS 2 Третья geil미 cause Третья живет Цеп denial За 1000 Редактор с saddle Третьяبل Третья 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 О Gur